так ну что друзья начнем с чего начнем с того что познакомимся кто меня не знает меня зовут данил белевинский я работаю директором по развитию компании полидон и также являюсь генеральным директором и учредителем компании агрономы черноземья сегодня кто-то первый раз у нас гостях кто-то уже не первый раз но повторюсь как бы расскажу вообще что мы чем тут занимаемся почему сегодня здесь вообще вот это вот мероприятие у нас здесь находится исследовательский центр называется он полигон агро первый раз на самом деле я такую вещь увидел в калининграде ой в калининграде в волгоградской области там есть такое о имени калинина семеноводческое крупное предприятие лет наверное шесть-семь назад я попал там у них есть тоже подобный демо-центр исследовательский центр в чем разница демо-центр тогда там нужно что-то презентовать показать визуал а это прямо исследовательский центр с повторностями и так далее вот меня это очень все впечатлило потом следующий был на и на то того артель как бы курский до крупное тоже семеноводческое предприятие у них тоже классный исследовательский центр и как-то мы загорелись идеи что нам надо свою площадку потому что ну честно скажу я очень большой скептик в плане производственных опытов потому что но производственных опытов очень много факторов влияющих на их результат как в одну так и в другую сторону как бы могут играть невозможно на мой взгляд в производстве отконтролировать достоверность и однофакторность опыта это очень сложно поэтому как бы пришли к тому что опыты мелкоделяночные с повторностями с рандомным расположением делянок все в общем как по науке как завещал нам доспехов при этом как бы в площадке концепция была такая что нам надо технологии культур там изучать не только как я сказал подкормок но и защиты и сорта испытаний и так далее и тому подобное как бы чем мы собственно и занимаемся в исследовательском центре у нас в этом году задействована по 28 гектар под нашими именно опытами делянками в районе 1100 делянок опытных плюс два блока у нас один для компании lemagrain мы для них но на коммерческой основе они попросили ну они увидели в прошлом году как мы работаем и попросили в этом году для них заложить опыт и которые им интересны по их гибридам мы закладываем для них отдельный блок и отдельный такой же блок у нас для агротеры основные базовые культуры но те которые у нас больше всего сеются это зерновые зерновой клин у нас представлен яровой пшеницей и яровым первоваренными ячменями соя подсолнечник и кукуруза вот как бы основные культуры но сегодня соя у нас с вами и будем разговаривать конечно они я думаю что многим эта культура сейчас становится все интереснее и мы видим в ней заработок мы понимаем что технологии еще как бы не все до конца понимают но она достаточно такая непростая в плане своего возделывания есть свои нюансы собственно поэтому как бы вопросов много ответы надо получать получаем их на опытных делянках плюс ко всему для меня личный интерес потому что мы с прошлого года тоже стали немножко сельхозтоваропроизводителями мы в таловском районе взяли землю в аренду выращиваем там как раз таки сою потому что понимаем что но деньги то нужны здесь и сейчас как бы занимаемся там тоже сои но собственно говоря поэтому мы на мезинке как бы решили изучить все потому что когда мы обратились к оригинаторам ни хрена никакой нормальной информации нам дать не смогли типа с каким лучше между рядием сеть а густоты а какое питание и как бы когда я начал общаться но как бы так вот все какую-то воду льют игру ладно мы это лучше сами все проверим поэтому основной массив опытов у нас заложено именно на мезинке но также мы понимаем что как бы мезинка но свет клином на ней не сошелся надо смотреть еще другие сорта поэтому у нас порядка там 20 сортов в блоке сорта испытания мы для себя сейчас найдем как бы те сорта которые нам интересны и планируем потом с ними договариваться также о размножении там порядка 10 сортов сако соевого комплекса и еще там садбао агротера дала тоже свои семена но сейчас вы это все в принципе увидите а тут у тебя 150 килограмм ну конечно тебе будет ура братья мы с вами увидимся как вам понравилось но все отлично вас там ждут красавцы и так начнем мы с того что я вас познакомлю с руководителем нашего исследовательского центра юра лукин юра здесь знается от и до каждый кустик каждый сорнячок и каждое растение потому что он лично своими руками все это здесь сеет обрабатывает и так далее кстати тоже очень интересная скажем так трансформация человека который некогда был учителем информатики и математики окончил наш педуниверситет потом пришел к нам снимать ролики а потом вдруг стал агрономом и за два сезона это стал полноценная такая боевая единица который садится на трактор и делает здесь но большую часть всех производственных работ поэтому наша гордость еще плане исследовательского центра и мы почему планируем продолжать эту работу здесь это как кузница кадров сейчас у нас идут очень такие переговоры с агро университетами мы хотим как можно больше ребят сюда практикантов стаскивать чтобы здесь у нас такая была кузница кадров где мы будем растить агрономов механизаторов и так далее юр давай начнем с того что расскажем просто общую информацию про это поле что тут было и предшественники все прочее ну и как бы как мы начали сеять сою начну с того что к выбору именно участка для таких опытов мы подходим очень тщательно то есть мы когда пришли в это хозяйство все поля цифровали экзот фарминге вот и смотрели именно зоны продуктивности чтобы поле максимально было выровнено по полю здесь у нас предшественник была зимая пшеница на всем поле перед ней я был ячмень по почвоподготовке вспашка с осени с осени пытались выровнять там не получилось не выравнивали весной баранование предпоседная культивация и после сева сои обязательно прикатывание а у нас соя здесь разбита на грубо говоря на два блока это блок мини мини делянок где они совсем маленькие метр на 8 метров где мы сеяли селекционной сеялкой а потому что там у нас а блок сорта испытания у каждого сорта разная масса 1000 нам нужно было выдержать именно норма высева 650 тысяч на гектар поэтому для селекционной сеялки мы как делали там в каждый пакет ты насыпаешь и она автоматически высевает весь пакетик на делянку нас и получается норма высева мы каждый пакетик взвешивали по судя по норме массы 1000 здесь у нас 192 делянки 48 опытов здесь много обработок мы проводили именно с дрона потому что не хватало техники не могли зайти поэтому почвенные гербициды мы вносили с дрона прикатывание делали халюксом просто халюксу этот прицепили каток потому что ему колея трактора которые селекционные селка тащил маленький этот мтз ты никак не зайдешь мы просто халюксу прицепили каток я здесь вот катался просто прикатывал свое если сравнить эту слою и допустим у партнеров евроигротехника они сеяли там вот в начале они не в делали прикатывание у них очень рваные всходы получились здесь прямо ровненько все хорошо красиво если у кого-то есть друзья в тойоте пусть они с нами свяжутся мы готовы партнера дали здесь также делали гербицид на обработку не получал зайти по этот из-за ширины делянок мы решили ну возьмем накроем просто как бы дроном сделали такую большую ошибку боялись что будет большой снос у нас здесь много культур и сделали высоту полтора метра сожгли свою грубую ря напрочь вот на картинке можно посмотреть это еще картинка до того как ветерок подул когда ветерок подул просто все сдуло максимально в ноль то есть никакой вегетативной массы как бы не было от слова совсем я звонил да не говорю все вам можно писать этот на увольнение стоялся две делянки я этот уничтожил вот даня говорит да не все нормально отойдет как бы и она по сути реально отошла и она даже выглядит намного лучше там где мы ее не сожгли потому что она прямо разветвилась там количество бобов намного у нас выше посмотрим что покажет именно бункер какая получится урожайной под карамель и потом заходили чуть-чуть соя отошла мы зашли с обработкой альфа-стимом биогумаз супер 20 добавляли чтобы вегетативку надо нагнать и полидон аминоплюс это именно с противозлаком мы все мешали и я потом через три дня еще аммиачную селитру раскидал вот 100 килограмм на гектар как раз подожечек получилось раскидать по осадкам здесь до сегодняшнего дня с момента сева у нас 101 миллиметр выпал по блоку именно второму более большому где у нас больше большие делянки мы там проводим опыты именно с питанием растений поэтому они большие опрыскивали мы обрабатываем каждую делянку отдельно там было все у нас 21 мая такая же точная норма и такая же точно глубина да тут еще момент к тому что чем отрабатывали когда ее восстанавливали то есть ну да мы и сожгли юры вот как он сказал он там на панике весь позвонил говорит все крах у нас не будет сои как бы нечего будет показывать игру юр соя это настолько живучая как бы культура вот но сколько я видел я был на дальнем востоке и наблюдал как китайцы но они просто в черную сжигают и и они заезжают отрабатывать там просто потом все черное как бы и она просто начинает ветвиться там отрастать как-то но по сумасшедшему поэтому проблем в этом как бы никаких никакой не видим гораздо хуже если у вас соя зарастет поэтому ключевой момент не смотрим мы на фазу развития сои не смотрим и на как бы в каком и настояние главное нам избавиться от сорняка и здесь надо больше вот апеллировать этим в подборе именно девешек в подборе норм и так далее в принципе до 8 июня вот обработали понятно что где-то числа 10 поняли что их она числу к 14 она вообще вся опала и вот 25 когда начали появляться первые хоть какие-то там зеленые листики когда начала вот чтобы ей дать побыстрее старт и отойти после стресса плюс мы понимали что мы работаем противозлаком цена будет еще доп стресс поэтому мы и давали альфа steam как фитогормональный продукт который снимает стресс но биогумат правильно юра сказал что мы дали для нарастания новых вегетативной массы аминоплюс аминокислоты в чистом виде тоже для восстановления ну и в целом деляночки вы сейчас увидите как они выглядят то есть но никаких вопросов ни у кого нет даже нельзя подумать что со этом но в начале своего жизненного цикла и пути она выглядела как-то так друзья тут у нас начинается до сорт сорт испытания блока как скал юра здесь мы сели специально заказывали к нам приезжали ребята с краснодара мелкоделяночная селекционная сейлка то есть видно что делянки мелкие их видно но вы поймете сейчас когда пойдут группы спелости вот это как раз рандомное расположение делянок что они видите смещены вот так вот как раз квадратом чтобы вот эти агрофоны как бы нивелировать почему опять же селекционная селка она селка производства никогда не вычиститься так как селекционная и сколько мы не пробовали там сорта испытаний сеть зерновых и так далее ну не одна производственная больше и этом пылесос мы пылесосом выдуваем и что только не делаем все равно что-то останется это будут примеси сорта это будет уже не такие достоверные данные поэтому приходится нанимать специальную селекционную которая там она пакетиками маленькими там маленький пакетик засыпается все полностью вычищается ну то есть там как бы другой уровень ну и начнем мы блок сорта испытания вот как раз наши партнеры агротера с которыми у нас в этом году такая коллаборация мы для них там закладываем опыты в разных культурах и в том числе здесь в сои посеяли их семена ну и владимир тебе слово как бы также 10 минуточек у тебя есть начать чуть-чуть расскажу об агротере кто мы такие откуда взялись потому что сейчас каждая компания занимается селекцией семеноводством там много агротера это агрохолдинг который выращивает обрабатывать 200 тысяч гектар земли занимается специализируется на продукт качестве растение отства и семеноводство то есть для нас семеноводство это одно из основных направлений работы чем еще плюс в том что мы выращиваем семена сами семенные заводы и лаборатории свои контроль качества то есть мы выращиваем семена для себя для своих клиентов одинаково да вот здесь у нас посеяны 5 сортов соя из которых есть селекция импорт а импортная селекция российская их разложил на столе по группам спелости но посеянных по-другому да то есть не совсем так как они поспевают первый сорт это сорт дока которую жену как бы массовый там всем известен его плюс в том что он тут как бы кроме там урожайства белка он самый скороспелый как здесь у нас сорт срок сева 15 15 мая вот и в принципе если его посеять там 29 апреля грубо говоря да он боже бы здесь бы был бы сухим то есть если для озимых там ну сорт можно сказать идеально как предшественник вот следующий сорт у это сорт российской селекции орловская это сорт лидер один здесь здесь он посеян вот как он будет как он выглядит гляночка немножко как бы видеть она не ровная да ну и тут был стресс нас химический поэтому а так он как год вот его вид настоящий как бы это вот здесь вот здесь и вот здесь да интересен чем что сорт как бы тоже относится к ранней группе но это ультра ранние дохода это пошла группа ранее вегетация если дока там 90-90 5 дней этот 100-105 дней у него получается если вы видите уже такой начинает желтеть бобы первые и пленочка отделилась от семян то есть уже начинается фаза спелости начало фазы спелости то есть это тоже форт достойный как бы по урожайность видится к этому как сказать ярусов бобов даже есть это мы встречали по четыре зерна на буб сонировал по противному может дать до 40 40 41 как бы он в каталоге там написано 42 ну как бы я думаю что в хозяйстве 40 это очень достойно получить урожайность тоже там за 30 сможет уйти у вас на если посев ранее но как правильно относительно первую часть мая когда мы будем убирать ну вот смотрите это вот 15 мая вы две недели как бы добавляете да это получается у нас но сердино сентября да как бы если у вас по 7 пораньше но где-то может быть там первую декаду сентября и опять а вы а вы это где вопрос еще с юг север просто в чеплыгине климат орловско-подмосковный до хлебный это климат там ближе к воронежу как бы да похоже но вас там орловский климат ну к середине сентября должно быть такой плюс десекации вы будете делать не будете дальше сли сорт тоже с израильной группы спелости это сорт одесса это уже импортная селекция это компания за отбал но он как бы повыше сорт если этот детерминат этот как немножко полу детерминат и видите как бы он цветет там формирует до конца сорта как бы как-то и стабильный урожайные они все как бы это сорта который мы подобрали для себя да для своего как бы охотника посыпанию по источность из более-менее как бы и нормально следующий сорт это сорт favor он у нас вот первый посеян очень такой интересный как бы если вот но вот сорт получается он классичный стабильный хорош по белку видите как у него фручковый как бы идет ярусность он сам по себе невысокий его специфика еще то что у него он формирует такую вот сверху макушечку так называемый да вот по этим папа бабам то есть протеин тоже у него как бы до 40 ну я говорю до 40 может быть и больше до урожайность у них у всех она выше 30 у всех представленных сортов по группе спевости как бы она это на основной признак который отличает и последний пятый сорт у нас это сорт гавернор это французская селекция компания лидер что фавор что гавернор у него допустим если то здесь и гавернор нас я не сказал получается по 10-15 дней здесь 115-120 дней до по вегетации тоже такой как бы вот они наверное близкие там близкие родственники да вот по вот сама как бы форме вот этого стебля форма куста такая да более позднеспелые может как бы ветвиться сручковые сручки как бабы прошу прощения тоже достаточно много ярусов и хорошая такая вот нас на полность каждого яруса вот то что мы с вам будем предлагать это осенью мои коллеги ребята которые занимаются продажами друзья мы продолжаем и далее у нас линейку своих сортов предоставит компания сако мы тоже с данной компанией с этого года вот у нас такие плотные партнерские возникают взаимоотношения с точки зрения опытов исследований нам интересно посмотреть как бы как мы можем раскачать своими продуктами либо технологиями их сорта их генетику им тоже естественно это интересно поэтому я думаю что у нас там будет еще много общих площадок но вот я всегда сторонник чтобы каждая компания сама приезжала и рассказывал про свои продукты вот собственно говоря сегодня с нами здесь и специалисты компании альберт тебе слово спасибо даниил но и в любом случае то что вот здесь представлена хоть тут и сою там с определенными огрехами было что но тем не менее сейчас она выглядит очень хорошо вот и вот и благодаря вот этим обработкам которые здесь то есть это вопросы и в том числе питания они являются одним из ключевых я представляю компанию соко начальник отдела селекции альберт чегольков вот и соответственно наша компания российская мы ведем работу по сой уже больше 30 лет вот и соответственно у нас самая масштабная селекционная программа в россии то есть компания вкладывает значительное финансирование в функционирование развитие этой селекционной компании мы за это время сделали немало то есть мы собрали коллекцию всех генотипов которые вот в россии выращиваются она у нас есть и вот мы как пылесос везде что вот есть новинки мы их обязательно у себя на делянке помещаем и самые лучшие образцы там включаем программу скрещиваний и вот у нас вот в этом году в шести точках испытания оценивается 25 тысяч линий все у нас вот это такой объем в шести точках причем четыре из них это приходится на центральное черноземье потому что центральное черноземье здесь уже полтора миллиона гектаров сои выращивается это уже не шутки уже серьезный объем соответственно конечно мы обращаем внимание на это здесь представлено то есть это вот все что вот здесь представлено это как бы фасад нашей работы а за ней как раз находится тот кропотливый труд большого коллектива чтобы показать вот сельхозтоваропроизводителям лучшее что у нас есть вот соответственно сегодняшний день он очень очень удачно был выбран для презентации сортов потому что здесь очень хорошо видно как они по группам спелости то есть тут она все очень хорошо размещается то есть начиная от ультра скороспелых потом очень скороспелы и потом скороспелые сорта то есть это для центрального черноземья так это линейка сортов который лучше всего подходит и мы начинаем с группы ультра скороспелых сортов их тут три это три ноля три ноля это сорта которые хорошо подходит Подходят в качестве предшественников азимых колоссовых культур. Также они вызревают в самых северных регионах соесеяния. Для них в большинстве случаев не требуется десекация. Они также уходят от повреждения насекомыми из-за их раннего созревания. И первый сорт это СК Артика. Это единственный сорт в Российской Федерации, который зарегистрирован по 8 регионам допуска. То есть во всех регионах соесеяния его можно выращивать. И соответственно вот эта группа сортов не будет здесь иметь преимущество. То есть более позднеспелые они покажут больший результат из-за выпавших дождей. Но вот они здесь. Она уже полностью созрела на сегодняшнее число, на 16 августа. И соответственно она уже готова к уборке. То есть в прошлом году, например, в Брянской области мы получили на Арктике 30 центнеров урожайности. Это в производстве. Соответственно в Курской области 26 центнеров. И был сороковой протеин. Сорок первый. Вот. Соответственно это тот результат, который показан. То что уже в Курской области в этом году в Артели, вот на этой неделе его скосили. То есть это уже тоже в производстве. Результат, конечно, не очень хороший. 21 центнер. Тоже сороковой протеин. Но с учетом этого года, то что там и заморозки весной, потом сушь была. То есть в принципе это результат неплохой. Вот. Хороший сорт. И у него еще, кстати, есть особенность. То что в производстве случается всякое. Он выдерживает перестой. То есть у него есть семеножка на семенах. Соответственно, то есть даже если бобы начнут трещать, хотя он достаточно устойчив к растресканию. То что они сохранятся в семенах. То есть это тоже имеет значение. Следующий сорт Эскадока. Эскадока это первая ласточка из ультраскороспелых сортов наших. Причем для Липецкой области это был знаковый сорт. Потому что мы его как раз, это был 2015 год. Север Липецкой области, Чаплыгинский район. То есть это уже граница с Рязанской области. Вот он созрел. Вот 47 линия. Это вот я сейчас, как сейчас помню. То что вот он полностью созрел. Красивый, ровный. То есть вот он мощный. То есть мы там вручную собрали все бобы, чтобы вот хотя вот этот объем получить. Вот прошло 10 лет. Сейчас это вот наш лидер продаж. Вот и соответственно тоже у него на семенах семеножка. В производстве мы в прошлом году в Белгородской и Курской области мы 30 центнеров получили. Ну протеин у него поменьше, где-то 39-40 на СВ, но тем не менее тоже хороший результат показывает. Следующий сорт из линейки ультурно-скораспелых это СК Ава. СК Ава это вот наша новинка 23 года. Сейчас мы его активно размножаем. 270 гектаров семеноводства, семенных участков мы заложили. Это тоже повышенный протеин 41-42%. И кстати еще особенно то, что вот у сортов соя есть разные типы роста. Вот этот сорт он близок к индотерминатному. То есть это более пластичный сорт, он более устойчив к засухе. Но это тоже имеет значение в некоторых случаях. Так, пойдемте дальше. Следующая группа спелости это 2.0. Это сорта, которые допустимо использовать в качестве предшественников под озимые колоссовые культуры. Но уже может быть не в оптимальные сроки. Возможно потребуется десекация. Но тем не менее, то что потенциал жирайности у них конечно больше. То есть тут конечно тоже в зависимости от условий. Но если вот хотя бы один дождичек хороший в августе выпадет, эти сорта конечно будут иметь преимущество по сравнению со скороспелами. Если засушит, то есть если вот стоит суш, то есть если вот в августе дождя не выпадает, то их конечно скороспелкой будут иметь преимущество. Но в принципе вот эта группа сортов она как бы оптимально отвечает. То есть с одной стороны можно и успеть посеять озимые колоссовые, с другой стороны у них потенциал будет больше. Соответственно первый сорт это СК Альта. Сорт индетерминатный. То есть он ветвится, но он с одной стороны пластичный. То есть у него если дождь выпадает в более поздний период времени, у него есть такая особенность вторая волна цветения. То есть он может снова зацвести, чтобы получить дополнительный урожай. Но у него есть склонность к полиганию. Хорошие результаты мы получили. То есть допустим вот в прошлом году в Тульской области 26 центнеров получили урожайности. В Воронежской области 31 центнер с гектара. По технологии ноутил в Воронежской области 27,5 центнеров мы получили в этом сорте. Протеин 39,40 на СВ. Следующий сорт хотел бы особое внимание обратить. Это наша новинка СК Аврора. Это кстати единственный сорт, которого мы семена предлагаем элиты. То есть все остальные сорта, это сорта, которые мы предлагаем первую репродукцию. С этого сорта мы предлагаем элиту. Соответственно с высоким потенциалом, то есть мы на не самом высоком агрофоне в Курской области ввели его первичное семеноводство. И мы получили больше 36 центнеров урожайности. Это вот в прошлом году был получен результат. В артеле мы 32 центнера получили. И он меньше 32 центнеров урожайность в прошлом году не показывал. То есть в центральном черноземе. Очень хороший сорт. 40 протеин, 40-41, перспективный сорт. И тоже удачное сочетание вегетационного периода. То есть он гарантированно в центральном черноземье вызревает. Следующий сорт СК Элана. Это сестринская линия с сортом СК Альта. Сестричка, но чуть-чуть попозже. То есть она тоже индетерминатная. Это такой ланцетовидный лист. Тоже хороший сорт, засухоустойчивый. Но тоже у него склонность к полигонию. Содержание белка на СВ 39-40. Следующий сорт СК Фарта. СК Фарта это тоже очень хороший сорт. Кстати, Аврора это дочка Фарты. Тоже у него очень интересная история. Вот в прошлом году в Пресединской зерновой компании в Курской области 40 центнеров мы получили с 40 протеином. В Орловской области в компании Щелково Агрохим на самом максимально интенсивном агрофоне, ну правда это делянки были, но тем не менее, то что 56 центнеров он дал. То есть это вот сорт интенсивного типа и то, что вот в этих условиях он способен обеспечить такой уровень урожайности. Следующий сорт. Это мы заканчиваем группу очень скороспелых сортов, это два ноля. Следующая группа сортов, заключительная, которую мы рекомендуем в производстве, это группа нулевая. Нулевая группа спелости это сорта Алекса и Уника. То есть если август засушит, соответственно у этих сортов вы получите гербарий. То есть там она низкая продуктивность и ничего хорошего, но если год сложится удачно, если выпадет там пару хороших дождей в августе, на интенсивной технологии, соответственно эти сорта будут в топе. То есть они получатся и 35 и 40 на них можно получать. Вот, соответственно я это еще к чему застряю именно на группе спелости, потому что стратегия выбора сорта. То есть всегда нужно комбинировать несколько групп спелости, потому что мы не можем предугадать какие-то сложатся условия, поэтому нужно, ну как бы все яйца в одну корзину нельзя складывать. Поэтому обязательно нужно комбинировать. Два сорта Алекса и Уника. То есть это в принципе тот морфотип, к которому мы стремимся в своей работе. То есть это вот детерминатная сорта. Ну понятно, что это конечно краевое растение, но тем не менее, то что вот как оно выглядит. То есть это вот с шапочкой бобов и вот усыпано бобами. Здесь семена будут достаточно крупные, содержание протеина 41-42% на СВ. А, нет, по Алексе 42-43, то есть у него повышенное содержание протеина. Соответственно вот у него тоже компактный морфотип и этот сорт интенсивного типа. То есть если вот как раз вкладывать в технологии, то есть это вот тут можно получить максимальную отдачу. Вот, ну и заключительный сорт это СК Уника. Тоже, ну здесь он может быть не совсем типично выглядит. Он больше похож на сорта группы 2-0. Но тем не менее, то что он относится тоже к более позднеспелым. Тоже такой детерминатный сорт, усыпанный бобами. Крупные семена, содержание протеина 41-42. Вот, и в принципе он еще интересен тем, что мы в своей селекционной работе обращаем на такой показатель, как уборочный индекс. То есть, соответственно, это отношение зерновой части к общей биомассе. Вот у сорта Уники этот признак, он, ну то есть 50% всей в структуре, ну то есть в биомассе к моменту созревания это составляет зерно. То есть это хороший технологический признак, то есть его хорошо, удобно убирает, ну и соответственно то, что он усыпан бобами. Вот, хороший перспективный сорт, ну я говорю то, что это, допустим, вот в более северных регионах мы его уже не рекомендуем здесь. То есть он в, здесь он созреет, грубо говоря, там к 10 сентябрю, 10-15 сентября. То есть если вегетация затягивается, ну вторая половина сентября. И это считается как бы предельная группа спелости, которую мы рекомендуем. Есть у нас сорта, есть и первая группа спелости, и вторая группа спелости сорта, но мы для центрального Черноземья их не рекомендуем. Это, как сказать, русская рулетка. То есть ты можешь получить максимум, а можешь пролететь полностью. Ну, в принципе, это все, что я хотел вам рассказать. Спасибо за внимание. Тут у нас аурелина, сорт, и напротив вы видите мезинку. Это блок именно у нас будет по диссикации и синякации. Кстати, вот к вопросу о диссикации глифосатом, у нас же есть свой продукт полидон ДС для синякации. Чем отличается синякация от диссикации? Это искусственный подгон растения, старение его за счет слома гормональной системы. И мы сделали здесь, сейчас, 5 секунд, где карбамид, не забудьте, Сань, пожалуйста. И мы сделали, что два разных сорта по срокам созревания. Мы на них откатаем сравнение диссикантов и синякатов, как бы. Причем у нас есть уже положительный опыт по синякации на сои и на крестоцветных, на горчице. Вот. Но здесь мы, как бы, хотим еще на двух разных сроках созревания, на двух разных сортах. Это все еще разочек прокатать, посмотреть. Первый блок. Блок такой очень интересный с точки зрения, я думаю, что кто будет заниматься сой или уже занимается. Наверное, таким вопросом уже задавались. Вопрос состоит в том, что клубеньки есть или нет. Там сработал неважный инкулянт, не сработал. Вот когда клубеньков нет. А что тогда делать с точки зрения азота? Потому что, ну, мы понимаем, что соя достаточно требовательная с точки зрения азотного питания. И вот тут встает вопрос. Как нам довнести этот азот уже по вегетации? И понятно, да, там у кого-то есть там технические возможности. Там кто-то с кассом работает, кто-то с селитрами, там кто с чем. Мы, допустим, у себя в производстве я делаю как? Я, если понимаю, что клубеньков нету, где-то на фазе 5-6-3-4-лист кидают центнер селитры под дождь. И прям сразу мы видим нарастание вегетативной массы, как она растворяется, уходит, и все, начинает активно расти. Если клубеньки есть, мы, естественно, эту селитру не кидаем, как бы. Но дальше, когда мы это сделали 5-6-3-4-лист, кстати, обращайте очень внимание на то, чтобы не кидайте это в ночь, под росу и так далее. Селитра падает на лист, просто потом его сжигает, как бы. Это прям, ну, видно, это некроза, это дополнительные очаги там для воспалений, для болезней. Но в более поздние фазы нам тоже надо подкармливать азотом. И здесь, как бы, приходит, в свою очередь, на помощь нам мочевина, карбамиды. Я думаю, что тоже мы тут Америки не открываем. Каждый наверняка из вас там работает так или иначе там с мочевинами, там с карбамидом на зерновых, либо там на технических, на зернобобовых культурах. И тут самый частый вопрос, который нам прилетает. Ребят, какую максимальную дозировку карбамида можно дать по листу, там, допустим, на сое? Разные мнения бытуют. Мы спокойно всегда рекомендуем, говорим, ребят, 10% раствор, вообще можете работать свободно. То есть, условно, работаете вы 200 литров на гектар норму вылива, 20 кг карбамида вы спокойно можете отработать. Нам говорили, что 20 кг ни в коем случае, все сожжешь и так далее. Я говорю, мы и 30 кг, поверьте, не сожжем. Нет, это все, вот, вы там все пожжете. Сделали специально опыт на эту тему. Причем, в этом году для нас этот блок, ну, максимально сложились все звезды и карты, чтобы прикольно заложить этот опыт. Кто помнит, 3 недели назад, жара 37-40 градусов у нас была в течение 2 недель. Дождей здесь тоже так же не было в этот период времени. И что сделали мы? Мы отработали карбамидом. Мы отработали карбамидом 30 кг в эту жару, 20 кг и 10 кг. Ну, работали ночью, естественно. Но, тем не менее, вот в этот период, как бы, ну, там и ночью было 28 градусов, извините меня, там, под 30-ку. Отработали. И, как бы, в голове держали, что это вот как раз блок разрушителей мифов у нас здесь на СОИ. И в голове держали, что еще дополнительно сделаем повторную эту же обработку уже в фазу налива. И вчера, буквально, ребята сделали повторную обработку также 30-20-10. Что мы наблюдали, сейчас это уже не так сильно заметно, потому что, ну, понятно, и СОИ подтянулось, и уже желтеть она, в принципе, физиологическая успелость уже подходит. Но, тем не менее, если мы глянем в более нижние ярусы, которые на тот момент, куда попадал карбамид, мы увидим, да, ну, как бы, некрозы были. Но, причем, мы видео снимали, оно есть двухнедельной давности, мы приезжали сюда, когда снимали пригласительное видео, я прям показывал разницу, то, что некрозики были, но они были не критичные. Растение себя прекрасно чувствовало, оно нормально поглотило эти 30 килограмм, как бы, мочевины, проглотило и даже не поперхнулось. И ничего мы не сожгли, вы видите, что, да, там, ну, визуально их сильно, особо сейчас, вот, не отличить. 20 килограмм некрозов было чуть меньше, ну, как бы, не чуть, а прям меньше. 10 килограмм их практически не было совсем. На контроле, ну, соответственно, тоже не было. Отличалось прям цвет листа, отличался капитально, но отличался именно контроля от карбамидной любой схемы. Там, где было 10-20-30 килограмм, ну, не прям так ярко, ну, как бы, он был везде насыщенно зеленого цвета. А, еще, кстати, классный момент, то, что в эту жару, когда мы работали, фаза усой была цветение. И тоже вот этот миф, то, что в цветении нельзя работать, все прекрасно, как бы, вы видите, что и средний ярус, где, в принципе, все цвело, и верхний ярус, ничего нигде у нас не отпало, как бы, все живое, как бы. Поглядим на бункер, но опыт вот такой очень интересный получился, как бы, мы его намерены, как бы, он был запланирован, этот блок, мы его реализовали. Поглядим, что будет у нас далее уже в бункере. Представлю спикера сегодняшней программы, еще одного нашей. Расскажу тоже про идею этого блока. Еще года, там, 3-4 назад, когда я много начал уже ездить, там, по стране, как бы, вот как раз с Станиславом Юрьевичем мы обсуждали тему того, что вот... А, я прилетел, кстати, это как раз в Благовещенске, один из фермировок мне обратился, он говорит, слушай, а что у вас, типа, есть что-нибудь в линейке, чтобы поднять БОП, типа, нижний БОП выше? И мы тогда, я начал с Станиславом консультироваться, говорю, Стас, слушай, ну, подскажи, как ты думаешь, что может на это повлиять? И мы с ним разные теоретические вещи рассматривали, но, на самом деле, вот в этом плане ничего у нас не сдвинулось. Но потом мы как-то в ходе своих, там, размышлений вообще по поводу сои начали обсуждать тему вообще роста регуляторов, потому что роста регулятора на сои не использует никто. Ну, и как бы вопрос, собственно, а зачем? А за тем, что есть такие индетерминатные сорта, как, допустим, опять же, наша сейлка, да, ой, мезинка, я уже все-таки заговариваюсь, как наша мезинка, индетерминатные сорта, которые склонны к тому, что тянутся вверх, мало ветвиться и полегать. А у нас задача, конечно, сою разветвить посельнее, ее чуть-чуть, да, там, приспустить, и это вот как раз-таки уже гормональная работа с растением. И, как бы, вот эта идея, она как-то вынашилась-вынашилась, и в этом году мы, бах, созрели и заложили опыты, заложили опыты со стандартными базовыми роста регуляторами, которые есть на рынке. То есть я взял, как бы, технологию, скажем так, рапсовиков в Сибири, потому что в Сибири у них уже есть обкатанная технология применения на рапсе фунгицидов на основе тибуконозола. Они работают с осени им, ну, иногда еще весной, для того, чтобы придавить рапс и тоже его разветвить, как бы, посильнее. Я, как бы, это тоже себе взял на заметку, говорю, мы попробуем вот с тибуконозолом. И плюс мы взяли, сделали свой, как бы, пока что, ну, у него нету никакого названия, такой, как бы, просто базовый продукт на, опять же, основе этилена. Этилена, я понимаю, производная этилена, как бы. Вот, что у нас получилось сейчас, я расскажу про цифры уже биологии, которые мы посчитали, но, вот, именно, получились очень классные данные. И сейчас вот ее ветром уже чуть положило, и, в принципе, по делянкам такой разницы не видно по высоте. Но, две недели назад, опять же, когда мы приезжали снимать, ну, разница была сантиметров, да, то есть было видно ступеньки. Их всегда хорошо видно, ступеньки на мелкоделяночных опытах, их было видно на двух опытных вариантах. Но сейчас, если вы обратите внимание, выбиваются вот в нашем блоке по цвету два опытных варианта. Вот он выбивается, вон он пошел, вон там он видно, остальные желтые. Технология вся одна и та же, сеяно все в один срок, защита, все, отличается только одна обработка. И вот про это сейчас я попрошу рассказать моего, скажем так, не просто товарища, а можно сказать, даже старшего наставника, и старшего брата Станислав Юрьевич Борисов, он же эксперт компании Геомир, да, я уже все, у меня третья группа, мне уже тяжело. Он эксперт именно в защите растений, он производственный, кандидат биологических наук. То есть я думаю, что он, вот, наш опыт расскажет, ну, лучше даже, чем я, как бы, что у нас тут получилось. Ну, небольшое вступление, да, про опыт я обязательно расскажу. Небольшое вступление, я хотел рассказать, если вы проезжали мимо палатки Сока, там за палаткой стоит метеостанция. Это метеостанция наша, мы ее ставим второй год. Для чего мы это делаем? На протяжении второго года мы получаем данные за 10 лет того, как здесь развивалась вообще история этого поля по погодно-климатическим условиям. И вот чем отличается текущий год? Во-первых, по сравнению с прошлым десятилетием, в текущем году на 10 дней наступил раньше переход через температуру плюс 10 среднесуточных температур. Он состоялся 30 марта, вот для условий Липецкой-Воронежской области. Второе, переход температуры почвы на глубине до 10 сантиметров, то есть на глубине сева, через 10 градусов. 10-15 апреля. То есть, представляете, как быстро шло нарастание температур. И вот в этих условиях агроному что делать, тем более, когда здесь стоит датчик влажности почвы, и он падает. Мы понимаем, что объемная влажность почвы падает где-то процентов до 20-15, когда сеять уже необходимо, а наперед мы ничего не знаем. Кто-то сеял, кто-то сеял ранние культуры, кто-то сеял более поздние культуры 25-го числа. И первая декада мая тут ознаменовалась заморозками. То есть, в первую декаду мая было вот несколько таких заморозочных пиков, потом опять поднялось. Этот опыт был посеян 15-го мая, ну где-то 14-го, 15-го мая. И в третьей декаде мая было вот это вот опять понижение. И потом на протяжении всего июня вот эти качели, они туда-сюда ходили. Верхняя температура была выше порога, нижняя температура была ниже порога. Разница между ними была 10-15 градусов. Ну, представляете, это дневные и ночные температуры. И как еще обработки вести. И все вот эти вот проблемы, про которые Данил говорит. То, что да, вот были там, мы работали, мы работали в ночные часы, нам надо было ловить время. Днем было очень жарко, вечером было прохладно, но опять и инверсии были и так далее. Все эти, конечно, данные, вот эта вот метеостанция показывает. Несколько слов про мезинку. Почему именно мезинка в данном опыте была интересна? Это сорт по разным источникам, от полудетерминатного до индетерминатного сорта. Это, конечно, такие слова, чтобы вам было более понятно. Классические детерминатные сорта образуют такую мутовку бобов. Все, они этим заканчивают, они перестают свистеть. И, собственно говоря, бобы развиваются одновременно. А у этого сорта, если вы видите, то тут еще есть бутончики. Они ни во что не разовьются. Но она продолжает расти, развиваться и цвести. Достаточно продолжительный промежуток времени, начиная там условно с 20-30 июня. Это самый оптимальный период для цвета сои. Этот сорт, он способен к ветвлению. Что тоже само по себе позитивно. Потому что есть, например, сорта типа доки, которые сильно не ветвятся. И этот опыт, может быть, был бы излишен. И есть, например, вот такие поздние сорта, как аурелина, по которым смысла нет проводить подобного рода опыта. Потому что он чисто физиологический. Чем отличается опыт? Опыт с тебуконозолом, когда был применен препарат на основе тебуконозола и перакластрабина. И когда был применен искусственный этилен, вот они как раз-таки выделяются из всех делянок тем, что они зеленые, более ветвистые. Ну, немножко уже подвяла вся эта история. Ну, видно, да? Ветвистость. И Данил потом расскажет, какая высота, сколько здесь было заложено бобов. И, ну, Данил говорит, вот они сильно не отличаются. А на мой взгляд, отличаются, потому что сегодня весь день дует достаточно сильный ветер. И если посмотреть на вот эти, следующие три делянки, их начинает ложить. Эти еще пока держатся. То есть вот за счет вот этой ветвистости, более толстого стебля, они держатся. Опыт вот этим самым и интересен. Почему? Потому что я пока не знаю физиологически. У меня много вопросов. Я эту, ну, мы с вами подискутируем. Про тебуконозол промолчу. А проэтилен, он действует, если вы читали про сою или слышали, смотрели какие-то там фильмы. В Америке в фазе первая, вторая, первый, вернее, второй троечатый лист, промежутки между 12, там, двумя, тремя часами, когда соя сильно теряет тургур, начинается жара, ее катают катками, но катки ничем не заполнены, легкими катками. То есть ее катают для чего? Они придавливают точку роста. Почему? В этой точке роста образуется ауксин, который, спускаясь вниз, подавляет цитокинин, дающий возможность ветвиться. Может, слышали, есть пшеница цитокининового типа, ауксинового типа. Сейчас в последнее время часто, модно об этом говорят. И соя такая же есть. Вот та соя, которая индетерминатная и полудетерминатная, она больше цитокининового типа. Ей надо дать возможность образовать достаточно нормальное количество побегов. Почему? Потому что именно на этих стеблях, на этих побегах, в узлах этих побегов и образуются будущие бобы. Ну, опять-таки, Данил об этом скажет. И здесь вот этот эффект достигнут без всякого применения катков. То, что в Америке 50 на 50. 50% говорят, да, нам нравится эта технология. Другие говорят, нет, не нравится. Ну, нафиг, мы эту сою давим, и она сильно страдает. То есть, ну, катками пройтись по сою тоже, знаете, такой момент. И вот дискутируя на эти темы, мы пришли к тому, что Данил придумал, нашел. Он напряг, видимо, там, своих руководителей. Они нашли, придумали этот препарат. И он действительно показывает свою эффективность. Он расскажет, как мы, ну, как вот они думают. И я тоже, в том числе, в этом отношении, там, поддерживаю их. Как еще можно проверить этот, вот эту способность. Что касается Тебуканазола. Я сказал, что Тебуканазол здесь с перакластрабином. Очень интересная история, когда разные компании. Я не хочу никого ни в чем обвинять сейчас. Но есть разные компании, которые говорят о том, что стробилурины обладают озеленяющим эффектом. Стробилурины есть вот здесь и вот здесь. В двух препаратах здесь. Вот здесь есть перакластрабин. И вот в той желтой зоне есть перакластрабин. И у меня возникает вопрос, почему здесь зеленая, а там не зеленая. Тогда где этот самый озеленяющий эффект? Непонятно. Для меня тоже такой большой вопрос. Поэтому здесь больше вопросов, чем ответов. Этот опыт, я уверен, что мы заложим в следующем году. Сейчас он показал реально позитивный результат. И, Даня, расскажи тогда, что получилось по количеству. Самое главное, что рост и количество вобов. Да, ну то есть вот на сегодняшний момент, это буквально вчера ребята перед семинаром сделали подсчеты средние по всем делянкам. А мы среднюю вывели такую. Контроль. Средняя высота 135 сантиметров у растения. Среднее количество бобов на растении 32 штуки. И, ну, среднее количество зерен в бобах, оно по всем опытным делянкам примерно одинаковое, в районе трех с половиной. Как бы, ну, выходит. То есть я их даже называть дальше не буду. То есть самое главное, запомните. Контроль. Высота 132 сантиметра. 32 боба на растении в среднем. 135, да. И 32 боба на растении. Поехали дальше. Еще раз. ДВ. Хлормикват и мипикват. Мипикват. На мипиквате хлориде 115 сантиметров уже высота. То есть чуть задавилось. 38 бобов на среднем на растение. Хлормикват хлорид 120 сантиметров. И 35, опять же, бобов на растение. А дальше поехали два варианта опытных. Как раз вот эти зеленые, которые выделяются, которые у нас раскиданы. Вот в четырехкратную повторность средняя посчитали. Что у нас получилось? Что там, где мы производную этилена сделали сами, у нас получилась средняя высота 90 сантиметров. И, ну, как бы, если есть интерес, вы можете сами зайти в любые делянки, выдернуть и посмотреть, как бы, сравнить высоту растений. Средняя высота 90 сантиметров. 46 бобов на растение в среднем. А там, где у нас на основе тибуконозола, фунгицид, средняя высота 95 сантиметров и 51 боб на растение. Как бы, пока что цифры очень интересные. Что будет в бункере? Посмотрим после уборки. Когда мы увидели вот эту ступеньку и разницу после обработки, я, опять же, такой, ну, следующий вопрос такой, стою про себя. Ну, как уже предприниматель, там, условно, да, там, фермер. Я про себя такой думаю, так, хорошо, а как мне это поможет в производстве? Ну, хорошо. Но, как бы, мы уже видим, да, разницу по урожайности. Но у меня есть интерес теперь в следующем сезоне поиграться, опять же, на опытных делянках. Первое. Попробовать прям позагущать сою. Потому что, как только ты ее чем сильнее загущаешь, она сильнее начинает вверх тянуться. Попробовать ее подзагустить и тоже, как бы, придавить как раз вот этими уже двумя выделившимися вариантами. Будем ими уже играться. И сделать высокие фоны азотных удобрений. То есть, бахнуть хорошо удобрения азотных, может быть, еще раз, и придавить потом. И, опять же, посмотреть, сможем ли мы как-то еще сильнее раскачать потенциал. Может быть, вы зададите вопрос, чем все-таки отличается. Хлормикват и мипикват – это препараты по механизму действия подавляют гиберелин, то есть растяжение междоузлей. То есть, они не явно влияют на кустистость. Потому что они никак не влияют на ацетокинин. На тот гормон, который вызывает эту кустистость. Здесь же, наоборот, подавляют тот гормон, который влияет на ацетокинин. То есть, косвенное такое влияние. Соответственно, вот такой интересный эффект. А так, в принципе, опыт, на мой взгляд, интересный. Будем продолжать общаться по этому поводу. Да, да. Пять. Пять тройчатых листов. Но здесь работали… Вы с Юрой, да, смотрели, что пять тройчатых? Пять, да. Начало бутонизации, да. Начало бутонизации. Немаловажный блок. Но это уже больше такой наш от агрономов Черноземья, скажем так, интерес. Опять же, по опыту ведения предприятий, там, именно в плане агроконсалтинга. На что начали очень остро обращать внимание, что почему-то агрономы, либо фермеры упускают из вида такую очень важную вещь, как, вроде бы она маленькая, но очень важная, как форсунка и распылитель. Сами с чем сталкиваемся? Я для себя выделил три основных важных фактора качественного внесения пестицидов, подкормок, неважно, там, агрохимикатов и так далее, любых фолиарных обработок. Первое. Вода. Все, ну, тоже, я думаю, ни для кого не секрет. Качественные показатели воды. PH, жесткость. Обязательно смотрим. Обязательно на это обращаем внимание. Если надо, работаем. То есть, опять же, там, в линейке Polydon есть три целых кондиционера, специально под разные, там, случаи жизни. То же самое касаемо павов. И павы, опять же, если вы обратите внимание на рынки, они с разными составляющими. Просто многие для себя их классифицируют. Просто, о, да это мыло, прилипатели и так далее. На самом деле, все, у каждого действующего вещества в паве есть свои определенные свойства. То есть, и у нас в линейке их, опять же, есть там, на основе этоксилата за доцилового спирта, есть на основе силикона, на основе силикона тресилоксана, и на основе полисахаридов. Сейчас мы еще на основе масла хотим сделать. Не буду сейчас долго рассказывать. Есть отдельный тоже ролик на ютубе. Пять минут я там объясняю, почему для разных действующих веществ, для разных обработок надо подбирать определенно свои павы. В чем вот принципиальная разница? И это не от того, что нам делать нечего, мы шлепаем разные, делаем разные павы. Потому что мы вот принципиально считаем, что нужны разные, под разные обработки. И третий фактор, это как вот этот рабочий раствор будет вылетать у вас в виде чего, в каком качестве, в каком соотношении именно с помощью распылителя. Как он будет наноситься на рабочую поверхность, на целевую аудиторию, скажем так. И вот, опять же, меня к этому что подтолкнуло, вот в видеохозяйства, и зачастую там, ну как не то, что зачастую, а бывают моменты, когда люди там звонят, а, ой, что-то там гербицидное, вот это вы там нарисовали защиту, мы все взяли, те, какие вы сказали, гербициды, мы отработали, как вы сказали. Что-то у нас, блин, нихрена, у меня тут марь как бы стоит, или еще что-то стоит. Приезжаешь на поле, идешь, тут почему-то марь сожжена просто в труху, полметра отходишь, марь стоит. Это гербицид хреново сработает. Говорю, ну как так? Ну почему-то здесь он как бы отработал нормально, а здесь качество нанесения зачастую страдает. И первое, на что надо обратить сразу внимание, проверить у себя, это форсунки. Мы промониторили рынок, посмотрели, кто является лидерами, скажем так, этого направления, убедились, что это Тиджет, с ними поближе познакомились, хотя Женя Овсенко я знаю давно, он как бы, опять же, не просто там парень, там менеджер-то, или там, как у тебя правильно вообще должность? Менеджер. Менеджер. Он и производственник в том числе, как бы, да, и, ну, человек, который там по земле ходил и ходит до сих пор, и как бы понимает, о чем говорит. Поэтому, как бы, Женю мы пригласили сюда, чтобы он еще разочек нам напомнил, объяснил, в чем принципиальная разница разных форсунок и разных распылителей. А Максим, это уже наш сотрудник, юный агроном, который уже за плечами имеет несколько лет, опять же, работы в производстве, напомнит нам, что вот впереди у нас осень, что нам надо обязательно сделать, чтобы перед тем, как законсервировать, поставить в зиму опрыскиватель. Это уже Макс нам напомнит. Все, парни, у вас 10 минут, ну, может быть, даже 15. Продолжая тему, смотрите, как существует большое количество препаратов, вспомогательных, одевантов различных, биохимическая защита, жидкие удобрения сейчас популярность, опять-таки, набирают. Также растет индустрия и то, чем вносить те или иные препараты. Опять-таки, у всех культур, начиная от морфологии различия, заканчивая там сроками, вредителями, болезнями и так дальше, каждому, получается, нужен некий свой подход. Опрыскиватель, который работает больше всех в хозяйстве, в принципе, там, с ранней весны, да, до поздней осени, как Данил сказал, таких хозяйств, конечно, все меньше и меньше, благодаря общими стараниями, но они еще есть, и, может быть, не от того, что там люди не уделяют внимания, из-за того, что где-то мало информации, где-то этому не учат, да, как правильно, там, обращаться с этим опрыскателем. По умолчанию стоит какое-то количество распылили, какие-то наборы, либо тем патче купили очень дорогой опрыскатель самоходный, да, там, в надежде, что там уже все готово, сел и поехал. Но, как правило, на заводах это все комплектуется, ну, от фонаря, или, там, как обычно, по стандарту. Существуют международные стандарты, то же самое, там, допустим, в ассортименте Тиджет, либо у любого другого производителя, некое количество моделей распылителей. У нас их там порядка, то, что в сельхоз применяется, наберется там порядка 50-60 штук, тоже не от того, что нам скучно, и делать, наделать кучу моделей, чтобы в них самим путаться, да, и вас путать. Нет. Этому направлению уже в районе 90 лет, там, с появлением первых пестицидов, это все изучается, и изучается тем, что, вернее, чем нужно вносить. Любой опрыскатель, возьмите вот такой вот малыш, да, либо там самый-самый, при самый дорогой, или средний, или не очень, у него в конце, плюс-минус, там, схема распределения жидкости, да, и в конце стоят корпусы, и на выходе распылителей. Именно распылитель дозирует, являясь дозирующим устройством, то есть обеспечивает норму в совокупности с рабочим давлением в системе и скоростью движения. Три кита, которые формируют норму вылива, они все взаимосвязаны. Далее, распылитель подразумевает конструктивно уже определенную геометрию, то есть у него есть пересечения, он не бьется друг друга, то есть уже разворот автоматический при установке. Масса-масса таких нюансов, которые учитываются уже, в принципе, при разработке. И самое главное, повторяемость тысячи-тысячи штук, чтобы всегда были единые параметры, помимо нормы, там, какого-то конструктива и особенности работы, это формирование определенного размера капель, присущей той или иной модели. То есть, если, допустим, мы берем полноразмерные инжекторы, распылительные с воздуха внутри, да, технологии уже в районе 40 лет, или даже чуть больше. Здесь капля преимущественно крупная будет, давление там от двух до восьми. Какого производителя ни возьми, это вот присущи одни и те же характеристики. Где применяется, да, до сих пор востребован, в основном это самоходные опрыскатели, высокие скорости, интенсивная работа, большое давление, химпрополки и какие-то гербициды, которые несложны в начале. Почему в начале? Потому что плоский факель не способен, допустим, пробить вот такой вот стеблистой. А мы там, ввиду того, что по незнанию, либо как-то еще, ну, раньше просто не было, работаем, допустим, все. Не сносит и уже как бы хорошо. Но то, что там, допустим, со свеклой это все скатывается, да, капля эта не работает с воздухом внутри. То, что она на почвеннике неприемлемо противопоказана. То, что она, допустим, верхний ярус пробивает, а нижний совсем нет, потому что несколько рядов листьев, которые друг друга закрывают, этот объем просто не достигает. Зачастую, как бы, такой информации где-то есть, где-то услышали, где-то не услышали. Далее распространенный компактный инжектор на его вариации. То же самое, уже достаточно старая технология, но она также востребована. Цена-качество на тех же химпрополках прицепухой, каким-то, может быть, небольшим самоходником а-ля Туман, там, или что-то вот такого класса. Есть там бразильские различные, аргентинские. Это, опять-таки, исторически сложившаяся модель, когда заметили, что ушли от сноса, но получили проблему с количеством отложений. Капля крупная, ее количественно меньше, ее покрытие гораздо реже. И первонаперво с контактными продуктами проблема номер один, когда раствора просто мало. Да, капля крупная, все классно, но покрытия нет. И эффекта, соответственно, тоже. Где-то, может быть, с теми же диссикантами, да, там точки поприжигали, и все. Начали идти от противного, да, с инжекцией внутри, с каплей воздуха внутри. Она инерционно тяжелее, летит быстрее, сохраняется против ветра. Но начали двигаться в сторону уменьшения все-таки спектра, чтобы сделать ее ближе к средней, чтобы ее количественно было много. И вот на данный момент это, можно сказать, бестселлер у любого производителя, плюс, наверное, различные вариации, двух-трехфакельные, они у меня, полная коробка там различных. Но опять-таки, это все-таки компактный инжекторный. У нас технология немного шагнула дальше, причем уже давно. Это турбо-серия. Если кому-то будет интересно, я сейчас не буду грузить, да, и преимущества, и так далее, и так далее, и так далее. Да, немножко иной способ образования капель, где-то с инжекцией, где-то без, но капля везде однородная, везде обладает наившим качеством. Если сейчас хронологически подумать, какая у нас идет операция предстоящая у многих, это десекация, той же слои, например. Огромная масса, если там взять другие сорта, там еще больше, например, да, или там с подкормкой, не буду, как бы, я, честно, не вникал там, где сколько чего, но одна выше, одна ниже, по-разному бывает. Но все равно масса большая. Что мы начинаем делать? Какие-то немыслимые нормы, там, 350-400 литровных гектар, пытаемся там ее облинить, залить. Зачем? Если есть, допустим, двухфакельный распылитель, который с симметричным расположением вперед-назад факела, производящий сугубо среднюю каплю, прекрасно подойдет на эту роль. Этим же распылителем мы вносим инсектициды, фунгициды, акарициды, всякие циды, которые должны быть на культуре. Это что касается десекации. Что касается следующих действий, после, допустим, завершения этих работ, если там больше ничего опрыскать, не предстоит делать, его желательно сейчас, именно осенью, продефектовать. Продефектовать, каким образом? Сделать промывку, чем это лучше делать? Максим расскажет чуть-чуть после меня. Я сейчас буквально пару слов. Промыли, налили воды, погоняли, дали давление. Имеется в виду, что там пролили, мешалку включили. В общем-то, посмотрите, где какие есть огрехи. Опрыскатель работал практически сезон, то есть от весны до осени достаточно большое количество времени. Где-то могут быть трещины, зацепили, оторвали, протечка, что-то ослабло, хомутик, шланг, фильтр, в конце концов, сито уже как бы, ну, менять лучше. Все эти штуки записать себе и заканчивать, не знаю, целостностью штанги, чтобы она была ровная, чтобы она была стабилизированная, чтобы вом был смазан, ну, все эти нюансы, помимо распылителей. И себе перечень, чтобы вы могли заранее с этим списком купить себе необходимые запчасти. Как бы вот эти все корпусы, это все как бы есть. Далее, что касается распылителя, если вы после сезона не уверены в их кондиции, то есть пригодны ли они для дальнейшего использования, проведите калибровку. Также вода, задали давление, включили, допустим, электронный калибратор очень сокращает время проведения данной операции, особенно если в хозяйстве много техники. Одно дело с кружечкой около этого маленького, да, походить, а другое дело, допустим, там, 5 джундиров по 36 метров, это неделю с ними можно будет меряться. Здесь 10-15 секунд, кнопку нажал, поднес литры в минуту. Для пущей верности спрей сели в телефон калибра, приложение, там есть режим калибровки, прям туда вводите производительность распылителя, синий 0,3, например, калибровали на давлении 3, вот такие-то получились, там, в миллилитрах результаты. Оно в виде ленты сохраняется и цветом выделяется процент расхождения от заводского. Если это износ красным заменить, если это зеленый хорошо, все окей. Если вы нашли там на группе несколько изношенных распылителей, либо поврежденных, и достаточно там уже 5-6, то и 8 тысяч гитар отработали этими распылителями, смело меняйте, опять-таки, осенью, сдайте с целью приобрести себе комплекты хотя бы на первое время, да, что у нас, жидкие удобрения, если используете, допустим, есть специальные, или гербициды. Далее потом, когда будет время подходить к фунгицидам, можно заморочиться на двухфакинах, либо это все сразу купить, как говорится, чтобы было, если есть такая возможность. И, в принципе, весной, вместо того, чтобы заниматься ремонтом, особенно посреди поля, оторвался какой-то шланг или отвалилась штанга, далее лопнул там какой-то кардан. Это все нужно сделать заранее. Весной слили антифриз, залили воду, промыли, проявили норму этим же калибраторам, там две-три форсунки соответствуют компьютерам, все, гоу, вперед пошел работать. По поводу консервации, мы пробовали у себя, туман консервировали, жидкость для батарей в Леруатом или в Бау-Центре продается, она не токсична, они без запаха, и дешевле это соло. Порядка там 120 литров в канистрах, там 20 пятках, выливаешь, выгнал воду, она зеленоватая, видно, когда она потекла, насос заполнился, миксер заполнился, в общем-то, штанга, револьвер на промежуточное положение, распылители на зиму сняли, электронику сняли, все, опрыскиватель, в принципе, на хранение готов. Мороз был там порядка 30-32 на юге, все выдержало прекрасно, написано 160, но думаю, 60 не будет, но до 40, я думаю, без проблем. Также слили весной, в следующий год он остался и также отработал. Это так, если из рекомендаций. Если какие-то у вас свои жидкости для хранения, то как бы тоже ради бога. В принципе, если ко мне вопросов нет, Максим расскажет про препарат, их линейки, которые используются для промывки. Еще раз всем здравствуйте. Евгений уже упомянул, что необходимо сделать при консервации опрыскивателя дефектовку своевременно, чтобы потом по весне не мучиться, не бегать и заголову хвататься. Первым-наперно, что нужно сделать по осени, это нужно в опрыскистеле залить воду, добавить наше универсальное средство полидонсервис. В составе этого препарата несколько щелочей, то есть препарат щелочной, соответственно, нормы расхода 0,5 нужно добавить, если ни в случае не запущено, потому что все привыкли в течение сезона работают многокомпонентными баковыми смесями и, соответственно, все на стенках оседает от пестицидов. Я сам работал в хозяйстве, промывали порошком и ферри. Это неправильно. Потом ходишь, смотришь на полях, где-то там что-то подожгли, это такой подход. Лучше выбирайте правильные препараты, чтобы потом залить и радоваться. Подскажу, что тут в чем преимущество сервиса. Три разных вида щелочей, три комплекса щелочей. И в этом смысл, то, что они растворяют разные виды действующих веществ, плюс, опять же, растворяют хорошо остатки, особенно, кто в РУшками работает, всякой такой вещью, вымывает остатки закоксовавшиеся в патрубках, в распределителях, это и увеличивает ресурс ваших насосов. И, опять же, вот это вымывание, оно потом не будет у вас забитого всего этого и остановки обработок. Вопрос, опять же, я всегда говорю, вот этот продукт, и у нас есть еще пеногаситель антифоум, кто работает с нашими линейками, знает. Вот вещи копеечные, то есть пеногаситель, затраты его выходят 10-12 рублей на гектар, этот выходит там на промывку в районе 250-300 рублей. Ну, сколько вы подкупите себе канистр? Ну, в среднем, допустим, у меня там фермерские хозяйства тысячи-полторы тысячи земли, берут себе ну, две канистры максимум на сезон, хватает с головой промыться там, но потратить 10 тысяч рублей и спокойно промываться, блин, весь год нормальным профессиональным средством. Как начинать, мы ферри льем, я говорю, вы ферри, это что, это ПАВ, вы поверхностное натяжение снимаете, пену увеличиваете, с чего вы решили, что ПАВ вам будет нейтрализовать действующие вещества? Не будет, да. Есть у него тоже пенообразователь, но это опять же нужно для того, чтобы лучше вымыть, как бы, все остатки из... Да, при переходе с культуры на культуру, тоже обязательная вещь, как бы, чтобы себе ничего там не поджечь и так далее. То же самое пеногаситель, как бы, говорю, блин, но потратить эти там 10 рублей на гектар для того, чтобы вот все знают эти полешины рядом со своими полями в местах заправок, где вот это там все потом годами ничего не растет. И говорю, кто-нибудь задается вопросом того, что там почему не растет? Ну, у вас же ДВшки, вы купили дорогие и все туда вылилось. Ну что, подобрались к немаловажному, очень к немаловажному, скажем так, блоку и вообще понимание, да, там общей технологии, ну, любой культуры это защита, как я вам сказал, да, там ранее, что любая защита это в том числе питание, потому что наша задача с помощью защиты сохранить питание для растений. Защиту полностью на всем полигоне нашем представляет компания FM-РУС, они своими продуктами все это делают, и зерновые, и сою, и подсолнечник, и кукурузу. Но мы решили здесь немножко поиграться и попросили ребят, говорим, объясните, и давайте наглядно покажем, сами вообще посмотрим, а в чем будет принципиальная разница той или иной гербицидной защиты, как бы, ну, потому что сейчас многообразие именно соевого пакета, оно достаточно широкое, тем более, кстати, вот в портфеле FM-РУСовцев. И здесь, как бы, важный момент, то, что, скажем так, вот, понять, тот или иной, как, ну, сказал Владимир, с Агротера, что вот агрессивные гербициды, конечно, это все стрессы и так далее, что можно сделать помягче, или надо прям вот пожестче делать, и в чем будет принципиальная разница, вот про это ребята сейчас и расскажут, у нас отдельный для них блог, разные схемы, ну, уже поподробнее, все от вас. Спасибо, Данил. Коллеги, разрешите представиться, меня зовут Грицина Виталий, я приехал к вам из Белгорода, являюсь руководителем агрослужбы макрорегиона. Данил отметил, здесь на полигоне представлены схемы защиты компании FM-РУС, конкретно здесь вот сою мы, да, сегодня рассматриваем, и здесь базовая схема защиты состояла из следующих элементов, это была протравка семян, схемой защиты Эксилент, это Пикоксистрабин, пол литра на гектар, на тонну семян, плюс Эмидолит, Эмидакваприд, плюс Бифентрин в протравке использовался. Далее, до Всходова использовалась схема почвенная на части полей, классическая наша схема, это Дефилайн, 1,6 литров на гектар, С-металлохлора, плюс алгоритм 0,4 литра на гектар, это кламазон действующее вещество, 480 грамм на литр. И часть делянок была обработана новым препаратом Флазер, который состоит из флумексазина, 250 грамм в литре, с дозировкой 0,25 литров на гектар, плюс Дефилайн, 1,6 литров на гектар. Значит, принципиальная разница между ними заключается в том, что алгоритм дает нам пролонгированное действие, если во время обработки у нас не присутствует влага, то с приходом дождей начинает работать кламазон, соответственно, держит почвенный экран. На Флазере у нас, значит, спектр основные, значит, двудольные однолетние растения, он прекрасно держит, в смеси с Дефилайном, полный спектр вместе со злаками включает. По вегетации была однократная обработка по всему полигону, значит, основная схема это алгоритм 0,4 литра на гектар, плюс Бентосил 2 литра на гектар. Значит, здесь на блоке компании ФМРУС представлены две базовые схемы защиты. Это, значит, первая схема Бентосил 1,5 литра на гектар, плюс ФОМИСОФТ 1,5 литра на гектар, плюс ТИФИ, это ТИФИ Сульфурон Метил, 6 грамм на гектар. Вот та первая делянка, она была обработана этой схемой. Значит, вот эта делянка была также обработана Бентосилом 1,5, плюс ФОМИСОФТ 1,5, но без ТИФИ. Значит, разницы, как вы сейчас можете видеть, ну, между ними нет. Ну, по сути дела, значит, у нас ТИФИ был включен для чего? Чтобы там снять, да, тяжелые сорняки, переросшие, он является системным гербицидом, сульфаниум очевидным, соответственно, те сорняки, которые находятся, переросли уже уязвимую фазу, они уже, как бы, подвержены больше влиянию именно ТИФИ Сульфурон Метила. Значит, касаемо Бентосила и ФОМИСОФТа, это два препарата из контактного группы действия, соответственно, на вегетирующие сорняки по средней норме, которая была здесь использована, полтора литра, выжигающий эффект, соответственно, там, через неделю мы убрали все основные сорняки, которые здесь были представлены, это марь, белая щерица, запрокинутая, то есть сейчас, если мы можем посмотреть, то все посевы, они чистые. И две оставшиеся делянки, представлено первое, значит, это классическая схема у нас, Бентосил, 2 литра на гектар, плюс алгоритм 0,4, плюс ТИФИ, 6 грамм на гектар. Значит, в чем заключается отличие этой схемы? она хорошо борется с такими засорителями в посевах сои, как подсолнечник. Значит, действующее вещество, кламазон, это одно из немногих действующих веществ, которые прекрасно контролируют именно подсолнечник в любых фазах развития в сои, как маленькие, так и 8-10 листьев, соответственно, мы можем его убрать. И последняя делянка была представлена обыкновенной схемой, это Бентосил, 2 плюс алгоритм 0,4. Дальше, по вегетации против злаковых сорняков был отработан галлон, все делянки, 1 литр на гектар, это Галаксифоп и Эрмитила, 104 грамм на гектар. По болезням был отработан Эксилент, по вегетации также пол литра на гектар. И с вредителями мы боролись нашим топовым препаратом Метамакс, который состоит из двух компонентов, это контактно-системный инсектицид широкого спектра действия, против здесь у нас был луговой мотылек, гусениц разных возрастов. Вот, норма 1,2 литра на гектар, Метамакс состоит из двух компонентов, это Метамил и Бифентрин, системного контактного действия. Соответственно, все эти вредители, которые были в момент обработки, вот, они все погибли. То есть, посевы, где-то были единичные повреждения, до обработки даже есть бобы, они, в принципе, все были убраны этой обработкой. Поэтому, в целом, вкратце, у меня все. Если какие вопросы будут, пожалуйста, готов на них ответить. максимально, до какой фазы вот эти базовые препараты? Значит, до фазы, если опять же мы... Давайте начнем снизу, от какой? От какой фазы? Но опять, от примердиальных листьев можно спокойно работать, от примердиальных листьев до первой, второй, когда все зависит от фазы развития сорняков, опять же, фитотоксичности данные схемы они никак не оказывают. Единственное, что могу отметить, если вот бентасил плюс фармисофт, они за счет контактного действия. Бентазон, да, это бентазон 480-й классический базовый контактный селективный герберс. Лучше подавая, говорите. И этот коломозон, вот мы, допустим, опаздываем, когда у нас последнее тут в голове? Ну, самое то, что вот использовалось, да, в производстве без, с наименьшей фитотоксичности для культуры, это там до фазы цветения, бутонизации, но опять существует риск там абортации тех же самых цветков. Поэтому, ну, в прошлом году, когда вторые обработки там проморгали по времени обработки, соответственно, там работали, да, этой схемой и во время цветения. В принципе, большой там абортации, но опять же, все зависело от ситуации, от внешних факторов. Когда открывали компанию агронома Черноземья, мы ее изначально задумали, как именно агроконсалтинговую компанию, которая будет оказывать услуги. И вот на что я обратил внимание, то, что у нас крайне большая проблема в ЦФО с нормальным, хорошим, качественным анализом почвы. То есть, если, допустим, мы возьмем Юга, ну, в частности, Краснодарский край, там уже есть частные компании, ездят, которые с пробоотборниками, отбирают, все это делают, рассчитывают, удобрения и так далее. У нас таких компаний, как таковых, не было. Ну, по крайней мере, сейчас тоже их не так много, даже какие новые появились. Четыре года назад, когда мы открывали компанию, их не было от слова совсем. Мы начали, ну, то есть, да, вот, про рассказы про Аграхим Центра, это мы все знаем, процессы, да. И, как бы, в том числе, и поэтому, ну, как бы, тут еще была логика какая. Мы хозяйство, которое ведем, мы им делаем полный расчет по питанию. Если мы беремся, мы минералку считаем, листовые подкормки, не хочется пальцем в небо стрелять. То есть, уже пришли к тому, что надо понимать, что у тебя базово есть. Но это все равно, что, блин, ну, ты же к врачу приходишь, как бы, если он тебе ставит диагноз без анализов, ну, это же будет как-то странно, если он хотя бы, как минимум, у тебя там кровь не посмотрит, там, не знаю, там, мочу, там, еще какие-то УЗИ не сделает. Вот, поэтому, как бы, здесь плюс-минус та же самая история. Долго искали лабораторию, с разными пробовали сотрудничать, с кем-то нас не устраивало по срокам, с кем-то по качеству. Волею судьбы мы встретились как-то случайно с агроплемом, с ними сразу подружились, у нас какая-то любовь сразу возникла взаимная, мы приехали к ним в Москву. Огромная лаборатория, 2000 квадратных метров, с огромным количеством аппаратуры, чего там только нету у ребят, и спектрометры, и факторометры, и там вот эти все страшные слова научные. Занимаются они как животноводческим, начинали они с животноводства, именно анализов генетика, кровь, все там, куча у них всего. Ну и сейчас они, арсеневодческий блок очень активный у них, очень хороший. Мы дошли до того, что совместно, там, как общими усилиями, разработали очень понятный и интересный отчет. Это вот, кстати, прям, скажем так, увеличенная часть отчета. То есть даже не спецобученный человек, в принципе, по тем данным, которые мы даем, он поймет, что ему надо вносить, какие элементы в просадке, какие у него там, то есть все в диаграммах, все понятно, все доступно, плюс, конечно, мы дальше делаем уже расчеты. Делаем расчеты по ДВ, каких элементов питания надо внести под ту или иную культуру, с точки зрения, там, той урожайности, опять же, которую вы планируете получать. Вот подобные блоки опытов по питанию, как здесь заложено, мы третий год практикуем. Мы смотрим, как раз я вам рассказывал, да, там, про интенсификацию питания, как с точки зрения экономики можно повлиять и заработать денег, да, там, с внесения минералки, листового питания и так далее. И агроплем нам в этом очень сильно помогает. В этом году мы добавили, кстати, в наш блок очень интересный такой отдельный опытный вариант, называется ChatGPT, то есть, ну, это искусственный интеллект. Мы искусственному интеллекту загрузили все данные, какие у нас были, то есть почвенный анализ от агроплема, культуры, у нас в каждой культуре такой блок есть, культуру, там, регион, место, какую мы плановую урожайность хотим получить, и он нам сдал расчет, сколько нам надо внести удобрений и каких. Ну и вот, собственно говоря, вот мы с этим сейчас занимаемся, играемся. Я про это вам на блоке, на примере блока зерновых уже рассказывал. Вот. Ну а теперь слово агроплему. Ксюшечка, пожалуйста, вещай. Спасибо. Ну, в общем-то, меня зовут Ксения, я агроконсультант нашей почвенной лаборатории агроплем. Сегодня со мной еще Вячеслав, это руководитель непосредственно нашей лаборатории. В общем и целом, Данил уже очень много рассказал про нас, про нашу лабораторию. Занимаемся мы, в основном, конечно же, специализируемся на почвенном анализе, анализируем как базовые параметры плодородия, то есть содержание основных элементов питания, фосфорокалия, микроэлементов, так и специфические параметры, например, параметры засоления почвы по каждому, по каждой группе солей, условно, хлориды, сульфаты, тип засоления устанавливаем. Вот, например, еще также смотрим агрофизические параметры, гранулометрический состав, размер структурных агрегатов, и все это, конечно же, учитываем при расчете системы питания, в том числе и такие параметры, как PH, гумус, и все, что мы в общем и целом анализируем. В целом работаем не только с почвой, проводим, например, еще и листовую диагностику, если вы, например, не успели провести анализ вовремя, то одним из, скажем так, основополагающих анализов может стать как раз таки листовая диагностика, чтобы мы с вами узнали, как культура себя чувствует в данный период времени, не смогли принять решение о возможности подкормки культуры, да, то есть проводим анализ методом озоления, сравниваем с оптимальными параметрами для культуры в той или иной фазе и делаем рекомендации на основании данных анализов. В общем и целом работаем также еще и с водой, например, проводим анализ воды по, там, если кто-то с орошением работает, по пригодности ее для орошения в целом по влиянию ее на почву, на системы орошения, да, и непосредственно на сами культуры. И с органическими удобрениями, анализируем их питательную ценность, безопасность и в целом тоже считаем норму внесения органических удобрений под конкретные культуры по содержанию элементов питания в этом удобрении. Вот, задача наша на самом деле очень простая, проанализировать параметры почвенного плодородия и составить для вас, в общем-то, систему питания под ваш планируемый урожай с точки зрения экономической эффективности и в целом научной обоснованности системы этого питания, основываясь как раз на данных почвы. И работаем, конечно же, с нашими агрономами черноземья. В целом, как бы, успешный результат для нас складывается из двух факторов. Это успешный отбор, качественный отбор, качественный анализ равно качественный результат. Вот, для вас мы приготовили небольшой демонстрационный вариант проведения почвенного анализа. Сейчас будем определять PH экспресс-методом. Сразу скажу, что мы, в общем-то, не сторонники экспресс-методов, да, то есть, их точность в сравнении с стационарными методами лабораторными она очень сильно варьирует. Но такие базовые параметры, например, как PH, для приблизительного понимания хотя бы, да, если нужно определить здесь сейчас и плюс-минус представлять, что в почве сейчас происходит, в целом можно использовать. Плюс на данный набор у нас проходила валидация в лаборатории перед тем, как попасть сюда, мы их опробовали на стандартных образцах с уже известной концентрацией, с известными уровнями PH, да, то есть, и всех, что мы тут исследуем. Условно, берется небольшая навесочка почвы, смешивается с реактивом PH и борсульфатом, еще одним реактивом буквально нужно чуть-чуть. Вот, далее происходит непосредственная фильтрация этого образца, в целом, все измерения, какие бы то ни было, пусть это будет экспресс-диагностика, да, или стационарная диагностика, должны делаться именно в почвенной вытяжке, в сухой почве, что ни на есть, что ни говорил, ничего не определяется. У нас все элементы питания потребляются культурами не из сухой почвы, а именно из почвенного раствора, поэтому мы говорим, что когда у нас нет флаги, кушать культуре, в общем-то, нечего, да, потому что все элементы находятся в растворе. Вот, и сейчас как раз-таки вот таким образом у нас происходит фильтрация, достаем именно суспендию почвенную, и здесь уже именно по этому экспресс-методу происходит сравнение с цветовой шкалой, вот можете в целом попробовать сами определить, если хотите, вот так вот на глазках посмотрите на солнце, а разве тут несколько-несколько цветов оранжевых, 6-5, ну примерно да, да, относительно, ну опять же, да, экспресс-диагностика это все очень примерная история, если бы мы делали этот анализ непосредственно в лаборатории, на это бы, ну шел как минимум день, необходимо пробу перед тем, как запустить ее анализ, просушить, обязательно на это примерно сутки выходит, да, да, и измельчить, приготовить почвенную суспензию из калий-хлора, да, если мы говорим по сливую высушку, и далее уже запустить пробу на анализ. Тогда мы получим с вами вот условно вот именно такие точные почвенные данные, а не примерный результат. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok